Исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова и премьер-министра Арсения Яценюка решили объявить персонами Нонграда. С сегодняшнего дня им заказан путь в Крым. Об этом заявил спикер Верховной Рады Автономии Владимир Константинов, объяснив это тем, что политики, цитата, «умерли для республики» после смерти украинцев и бойцов Беркута. Однако весь остальной мир, конечно, исключая Москву, готов ввести с временными властями Украины открытый диалог и вместе искать пути разрешения украинского кризиса. Глава правительства Украины сегодня находится с официальным визитом в США. Вслед за приемом в Белом доме и встречей с президентом Обамой Арсений Яценюк сегодня выступает в ООН. От здания Организации Объединенных Наций на связь выходит мой коллега Евгений Маслов. Женя, добрый день. Ждем подробностей. Женя. Да, добрый день, Роман. Конечно же, главная цель премьера нового украинского правительства здесь, в Нью-Йорке, это заручиться поддержкой международного сообщества на самом высоком уровне. Во время заседания Совета Безопасности он попытается, конечно же, убедить его членов оказать воздействие на Россию с тем, чтобы Россия не вмешалась в ситуацию на Украине и в Крыму. Попытаться отменить или отложить референдум о статусе Крыма, который намечен на это воскресенье. Хотя, скорее всего, вряд ли этого удастся достичь. Премьер Яценюк даст возможность членам Совета Безопасности получить информацию о происходящем на Украине, что называется, из первых уст. Это уже шестое экстренное заседание Совета Безопасности по ситуации в Украине. Предыдущие не приносили конкретных результатов. Понятно, почему позиции России по украинскому вопросу и стран Запада, разумеется, диаметрально противоположны. Перед началом заседания Совета Безопасности у здания штаб-квартиры ООН сегодня собрался митинг в поддержку новых украинских властей. Главным образом сюда пришли американские украинцы, члены организации «Разум» в переводе «Вместе». Она была создана сравнительно недавно во время противостояния на Майдане. Сегодня здесь также были русские, белорусы, американцы, те, кто хотел, чтобы голос был услышан дипломатами ООН. Еще одна цель их собрания здесь – встретиться с премьером Украины Арсением Яценюком и лично выразить ему поддержку. Мы вышли показать нашу поддержку новому правительству Украины, а также, если будет возможность, узнать у премьер-министра, какие дальнейшие планы Украины, что последует после решения референдума в Крыму в зависимости от результатов референдума. Мы все, украинцы и жители Нью-Йорка, поддерживаем новые власти и новую Украину. Я из Крыма и пришла сюда это сказать. «Мы очень переживаем за то, что там сейчас происходит, и мы очень надеемся, что стороны договорятся и что мировое сообщество поможет, что Россия одумается и что ситуация на Украине завершится мирно». По завершении Совета Безопасности ООН украинский премьер Арсений Яценюк должен встретиться с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пангимуном. Встреча запланирована приблизительно на 5 часов вечера по Нью-Йоркскому времени. По ее завершению Яценюк и Пангимун должны выйти к прессе и рассказать о результатах своих переговоров, а также о том, чего удалось добиться во время заседания Совета Безопасности ООН. Мы, разумеется, будем следить за тем, как развивается ситуация здесь в Организации Объединенных Наций и держать вас в курсе, Роман. Евгений, благодарю вас. Мой коллега Евгений Маслов, который находится сейчас у здания Организации Объединенных Наций о визите Арсения Яценюка в ООН.